Всем привет, дорогие зрители! С вами Сергей, и я рад вас приветствовать на канале Манглус Гейминг. Сегодня у нас РП-ситуация по игре Спинтаерс. В общем, задание сегодня таково. Поступило партийное задание от ЦК КПСС. В общем, нам нужно... Мы сейчас, кстати, находимся в Чернобыле, то есть это Припять. Припять. Вот, находимся около гаража, такую спасательную. Видите, тут у нас, получается, пожарная станция, БТР, да, или как это, БМП, или БТР, наверное, да, вот это. Вертолеты, наверное, Ми-8, я чётко не знаю, но вроде как Ми-8. В общем, мы сегодня работаем на таком вот зилке, 131-м, Чернобыль Эдишн. Вот у нас такие листы тут, смотрите, получается, что мы уже уснули. У нас водитель уснул, видите, ждёт работы. Что-то у него пузо такое, смотрите, получается, обросший такой. В общем, обросший водитель ждёт работы, чтобы ему подкинули работы. Но мы её и его и подкинем ему. Вот, листы у нас, да, я не договорил. Листы такие свинцовые накрыты. Вот, периодически сейчас вам сразу предупрежу. Вот, когда мы будем ехать, возможно, заиграет радио, там такие прикольные песенки будут. С советского прошлого вот такого вот. Ну что, ребята, в общем, задание сегодня таково. Нам нужно забрать из Припяти, ну, наверное, пока что точно координата не сказали, но я так думаю, что потом нам сообщат. И, скорее всего, мы пока сейчас направляемся в сам город, Припять. Вот, и будем забирать наших, как это сказать, ну, ликвидаторы уже всё, у нас тут отликвидировали уже всё, что можно. Будем забирать наших, вот оно, кстати, радио, которое заиграло. Вот, будем дозиметристов или, ну, в общем, людей, которые замеряют там фоновый, радиационный там фон, вот такой оплаты, что он очищает местность, дома и всего остального. Ну что, ребята, поехали, трогаемся, задание получено, путь, ребята, поехали забирать наших, как это, дозиметристов, да, ликвидаторов мы решили, что неправильно их называть, потому что ликвидаторы уже всё. Это время прошедшее, теперь у нас, получается, на, ну, в зоне Припяти, да, в зоне отчуждения работают какие-то люди, вот, именно они работают, именно их нам и надо будет забрать. То есть, задание от партии было забрать именно этих людей. Так, где сама Припять, мы пока не располагаем сведениями. То есть, мы вроде как здесь работаем, но сегодня у нас сломался, так скажем, навигатор или что-то типа такого, и мы не знаем, мы не знаем, куда ехать, поэтому у нас тут такие точечки. Опять снова музычка заиграла, снова радио. Ну, пока едем на дифе, то есть, полный привод пока не включаем, давайте, грязище сколько, ё-моё, вот, знаете, как, сколько грязи, вот, чем, вот, чем хорош спинтайр, да, это вот, своей вот этой грязью, вот этой всем, вот этой, вау, вау, вообще круто, круто. Ребята, как только мы их найдем, вообще, ну, нам надо попасть, получается, в Припять, в колесо обозрения. У нас, как бы, точка сбора около колеса обозрения. Естественно, нам какое-то здание надо будет найти. Они не совсем будут в самом этом, наверное, сидеть, ну, на улице, да, явно, что не на улице будут сидеть, наверное, в каком-то здании. Смотрите, здесь даже асфальт есть, обалдеть. А это что за белые деревья такие у нас открываются? Это что, радиационные какие-то это? Смотрите, счетчик гейгера пока у нас не шумит, значит, радиационный фон, радиационный фон нормальный. Вот у нас такой зилок, еще раз показываю, очень прикольно выглядит. Знаете, такая тематика Припяти, тематика Чернобыля, очень прикольно сделана, красиво. Ребята, направляемся, вижу ЛЭП, если ЛЭП, значит, где-то поблизости у нас сам энергоблок, да, вот этот, Чернобыльская АЭС. Но туда нам сегодня не надо, нам забрать надо людей именно с самой Припяти. То есть, они там что-то делали, может быть, радиацию мерили, может быть, еще что-то там чистили, очищали, мало ли что. Верталии вот тут летают у нас над головами, где-то в какой-то зоне. Периодически вот включается радиоприемник у водителя нашего, потому что без музыки в таких местах, как вы знаете, каюк. Веточки ломаются под колесами. Так, тут у нас какой-то, смотрите, домики, я вот не заметил, не заметил, а тем временем вот там домики нарисовались. То есть, Припять, по идее, наверное, там. Сейчас будем сюда поворачивать, смотреть. Железка идет. Железка, кстати, да, есть такая железная дорога, идет она. Канер-каблоку, да, в реальности вроде тоже такое есть, я что-то смотрел когда. Так что все это есть. Так, смотрим, да, вот Припять, ребятки. Припять в эту сторону. Так, немножко я не подрассчитал, поворачиваем. Поворачиваем. Повернули. Припять. Езжаем, ребята, вот она такая вот. Припять у нас получается, смотрите. Покажу вам. Кран даже есть, непонятно, что за кран, зачем он здесь нужен. Неужели тут какой-то строительство идет? Здесь у нас трубы с какой-то, смотрите, зеленой жидкостью, непонятные. Вообще очень непонятные. Так, подъезжаем к КПП. Вот тут какой памятник, смотрите. Замок покажу. Замок покажу, памятник получится. Вот такой вот интересный памятник. Тут получается как смерть с косой, да? В ней плюс что-то в руках непонятное. И женщина плачущая. Вот это, вот это памятник, да? Прям такой серьезный, серьезный такой памятник. Давайте. Тут написано, стейз, заборена зона. Я так понимаю, что это по-украински, наверное, стой. Заброшенная? Не, не заброшенная. Какая-то зона опасная, может быть, или что-то еще такое. А запретная, наверное. Запретная зона. Так, мы посигналили, нам открыли. Нам открыли. Поехали дальше, ребята. БТРчик тут снова разломан. Интересно, почему они так это? Там куча БТРов было таких согнутых. Здесь вот такие БТРы согнутые. Как будто сверху на них что-то упало и примяло. Ну, давайте искать наших рабочих. Мы въезжаем в Припять, уже въехали, точнее, в Припять. Давайте наших рабочих искать. И будем их уже садить вот в кузов. То есть, они будут в кузове сидеть. Кого-то еще вперед посадим. Там, наверное, какой-то главный будет у них. Тут вот какая-то остановочка, да? Или что это такое? Какой-то ангарчик. Ангарчик. И вон автобус такой, смотрите, там вдалеке такой старый-старый автобус. Но я так понимаю, что это не сюда. Нам, видимо, не сюда. Виднеется впереди колесо обозрения, ребята. Вот оно, колесо обозрения. Ух ты, здесь, смотрите, какая красота, да? Красота, лепута. Так, ну а где же наши рабочие-то, а? Мы их, конечно, не увидим, как людей, да? Именно, что они будут стоять. Вот, там вижу контрольную точку. Наверное, нам куда-то в ту сторону. Вот, смотрите, как выглядит колесо обозрения это, которое ни разу и так и не запущено было. Хотя нет, я слышал, что вроде какая-то группа молодых людей из какой-то страны смогли пробраться туда, принести генератор и запустили все-таки колесо. Слушайте, я пытаюсь заехать, пытаюсь заехать на асфальт, а меня вот не пускало. Вот я сейчас все время пытался заехать на асфальт, ребята. Офигеть, что здесь за бордюр такой, что у меня... И теперь с этой стороны не могу заехать. Смотрите, да... А, не, ну тут заехал. Тут заехал, 53-й газончик стоит. Радиация, ребята, поднялась, видимо. Фон радиационный пошел. Шучи Гейгера за... Зашумел у нас. Зашумел. Ну и где же? Где же наши ребятки? Где же наши ребятки? Должен быть какой-то, наверное, заезд или что-то такое, чтобы мы их смогли забрать. Пока я вижу только здания, именно дома и заброшенные. Ну, поехали к нашей контрольной точке, которая там есть на карте. Как плохо ты поворачиваешь по асфальту, меня аж сносит. Вот я так думаю, что это вот это здание. Я так думал, что да, 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 наверное, это вот это здание. Сейчас мы просто подъедем с этой стороны. С этой стороны подъедем и посмотрим, что у нас тут. Так, хватит камеры крутиться непонятно как. Вот оно, это здание. А где же наша контрольная точка? А вот она и контрольная точка. Но здесь я не вижу ничего такого, откуда они могли бы выйти. Да, здесь ничего такого нету. Может быть, они просто подойдут, да? Давайте посмотрим. Давайте встанем. Как бы это оговорено не было с заданием. Нам просто нужно было их забрать с Припяти. Ну, давайте встанем сюда. А, вот он, около памятника Ленина. Да, 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 да. Я точно, точно. Как же партийное задание без памятника Ленина, ребята? Так что находимся мы около памятника Ленина. Сейчас будем их ждать. А Ленин нам показывает дорогу в светлое будущее. Всё, ребята, ждём их. Сейчас они должны подойти, наверное, с минуты на минуту. А пока мы глушим мотор. Глушим мотор и начинаем отдыхать. Водитель нас сейчас закемарит. Я так думаю, да, 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 да. Смотрите, покачивает немножко головой. Туда смотрит на нас пристально. Такой, а кто это такой? Вы что здесь делаете? Идите нафиг, дайте мне поспать. Видите, как он так сделал вид, что работает. Взялся за баранку. Ну и сейчас он будет у нас, видимо, отдыхать. А мы пока подождём наших рабочих. Прошло немножко времени, ребята. И наши ликвидаторы к нам вернулись. Точнее, мы забрали наших ликвидаторов. Один сел вот сюда. Вот, смотрите, он тут сидит такой прям. Господи, как негр какой-то, я не знаю. Вот он сидит. Так, сейчас, может, если получится, камеру, да, вот так вот. Вот он вот так вот выглядит. Этот ликвидатор, который сел к нам в кабину. И ещё мы загрузили себе в прицеп. Тут вон сколько народу, получается, 10 человек, да? Получается, да, 10 человек мы где-то с вами загрузили. Давайте попробуем сменить вид. Может быть, так будет виднее, да. С этой стороны 5 и с этой 5. Видите, у них знаки радиации. Возможно, что я так мы пока тут подумал, знаете, вот так постоял, пока отдохнул. Вот. Подумал, что, в принципе, это же тоже ликвидаторы. Они же как бы ликвидируют последствия. Значит, вполне их можно назвать ликвидаторами. Так что поехали, ребята. Ликвидаторов мы наших забрали. Давайте сдаём назад. А с другой стороны, зачем нам сдавать назад, если нам всё равно ехать туда? Да, назад. На нашу базу. То есть, как бы, где всё спасение идёт, где БТРы стоят, где пожарные машины. Так что поехали. Здесь объедем. Получается, этот крюк мы уже давать не будем. Сейчас их будем вывозить, ребята. Поработали. Видимо, потрудились хорошо. Вон сидят. Смирненькие все такие. Со значками. Все по делах. Такие крутизна прям вообще. Смотрите, они даже, это... Господи, радио напугало меня. Сейчас я просто в таком, знаете, эйфории нахожусь. Просто это всё так круто выглядит. Реально, просто супер. И тут ликвидатор у нас сидит. И всё это так очень эффектно прям. Мы так едем красиво прям. Смотрите как. На фоне... Прям на фоне этого колеса обозрения, да? Смотрите, что ещё хотел сказать. То есть, персонажи анимированы. Вы посмотрите. То есть, они как бы не просто статичные, да? Они шевелят там руками, ногами, головой. Очень прикольно сделано. Так, сейчас у нас небольшая будет проверочка. Я так понимаю, дозиметром на КПП. Сейчас остановимся. Сейчас надо останавливаться. То есть, на ходу мы уже так. Вот сейчас, видите, счётчик сработал. Да-да-да, счётчик сработал. Видимо, сейчас посмотрим, что он нам покажет. Всё, вроде всё нормально. Всё, ребята, поехали. Чётчик сработал. Правда, он ещё фонит. Но ничего страшного. Я думаю, фон сейчас закончится у нас. Вот, поехали, ребята. Подвезём пацанов назад. Пацанов надо везти назад. Так, тут, смотрите, 130-й зилок у нас валяется какой-то. Я его не заметил, когда туда еду. Так что, поехали. Чуть-чуть нам остаётся. Чуть-чуть прямо. Вот тут недалеко до дома. Недалеко и... И двигатель заглох, ребята. Двигатель заглох. И попробуем завестись. Снова глохнет, ребята. Всё. Всё, походу, у нас сломалась машина. Ну, ё-моё, как всегда. Как всегда. Ещё музычка такая прям в тему. Блин, ребята. Первый день на работе. Не смог. Не смог. То есть, всё, зилок сломался. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? По рации передаём на базу, чтобы нас вытаскивали. Вы думали, что просто так всё закончится? Ага. Я заберу типа рабочих, и мы просто так доедем. Да? Всё прям гладко шито. Но если вы смотрите это видео, значит, уже всё не гладко шито. Так что давайте, ребята, вызывать подмогу с нашей базы. На базе, ребята, у нас стоит БТР вот такой вот, которых там у нас на базе очень много. Ну, пока что свободен только один. Так что именно он нас будет сегодня вытаскивать. Поехали, ребята. Он такой с пушкой. Я, правда, не знаю, нахрена здесь пушка, да, ему? Ну, очень прикольно. Прям сделан так. Смотрите, как красиво. Что со звуком? Ох, какой. Прям такой, знаете, низкооборотистый. Давайте диф. У него, наверное, постоянный полный. Ну, а чё тут говорить, да? Такая гусеница едет. Вот они. Видите? Потому что эти все у нас сломаны. Остался только... То есть это как бы чермет, так получается, какой-то. Остался вот один. Так что именно он нас спасать и будет. Главное, чтобы он нас не расстрелял, ёлки-палки. А то мало ли. Давайте сейчас мы доедем. Спасём наших работников. А ты чё, их домой-то надо? Всё, смена их не закончилась. Блин. А здесь 130-й зелух даже как-то пободрее. Мне кажется, ехал. Смотрите, а. То есть БТРчик он так немножко-немножко-немножко и это... Закапывается. То есть грязи-то много создаёт, да? Но закапывается. Вот. Приехали мы на асфальт теперь. Сейчас нас будем... Ну, цеплять наш зелух будем. Всё, и вытаскивать. Другая техника. Видите здесь какая техника? Только зелы да всякие БТР катаются. Другого здесь ничего. Суровое это. Суровые места, да? Тут никаких камазиков таких обычных. Ничего нету. Тут именно такая суровая военная техника. Ну и где же наши ребятки? Где же наши ребяточки? Немножко веточек поломаем. Управляемость у него такая какая-то... Ну, не ахти, так скажем. Ну, мы нашли их или нет? Пока не могу никак найти наших ребят. Что-то они прям вообще, что ли, около Припяти сломались. Ребята, ну вы чего? Совсем не доехали. Это называется чуть-чуть. Это называется чуть-чуть. Да вы весь маршрут не доехали. Давайте разворачиваться. Будем сейчас их цеплять на лебёдочку. И на лебёдке уже будем... Да так, слушайте, а что я берёзы, что ли, не снесу? Ну-ка. Давай, слушайте, не, не снесу. Да ладно. Такая техника и не может снести. Давай-ка разгонимся и... Не. Не, ну я думаю, если разгончик был бы побольше, да, наверное, будет не снесу. Давайте очень аккуратно сейчас встанем вот так вот. И будем, ребят, спасать. Будем спасать. Раз машина сломалась, что сделаешь? Давайте на лебёдочку их возьмём. Так, за что я там зацепился, мне интересно? За колесо, что ли? Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Так, давайте лебёдочка. Авто, всё, он поедет за нами. Всё, поехали. Ну, водитель там же сидит. Всё, и помаленечку, полегонечку их вот так вот, вот так вот и тянем. Всё, до базы. Так, чуть-чуть. Ну, у нас мощность есть. А там, в принципе, особо-то и не гружённый. Чё там, только люди сидят в зелке. Так что катим нормально, ребята. Смотрите, даже, даже можно сказать, так быстро едем. Вот, картина сверху. Смотрите, тут железная дорога у нас сверху пролегает. Ну, так эффектно выглядит, да? Правда, почему они трос так прицепили, интересно? Подождите. Тихо, тормози, 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 тормози. Ты чё? Блин, нифига себе. Чуть не въехал в меня. Вот это как... Кому права выдали, а? Чуть не въехал в меня, обалдеть. О! О! А так, видите, так немножко, как-то получается, перекашивает меня, что ли. Видите, лебёдку с этой стороны прицепил и стал немножко перекашивать. Ну, ладно, водитель должен, в принципе, всё это нивелировать своим управлением, да? Я как бы не должен, но меня всё равно занесло и... Блин, он въехал мне в задницу. Ты чё делаешь? Ты чего, блин? Ты там рули, не спи за рулём-то. Казённое имущество. Мне-то на БТРе пофиг, но зилок ты разобьёшь, так что аккуратней давай. Сейчас поедем, чуть-чуть осталось. Надо было... Видите, он завестись-то не может, получается, у него ничего не работает. То есть тут должна быть какая-то такая, ну, железная сцепка. То есть если бы была бы железная сцепка, да, всё нормально. То есть ему там даже и рулить бы не пришлось. Но тут, получается, у него движок не заведённый, тормозов нету, видите, поэтому он и катится. Конечно, я так думаю, что он пытается там остановиться этой, ну, коробкой там или чем-то ещё-то. Я думаю, он всё-таки пытается. Так, ну, нам осталось дотянуть. Нам осталось дотянуть. Надо дотянуть тут совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Красиво, да? Вот там, кстати, даже видно, вот водитель. А кабины нету. Нет, кабины нету. Вид только вот такой. Знаете, как в танках там или ещё что-то такого. Примерно такой вид. Ну что? В горочку поднимемся. Вот он закапывается, ребята. Он реально закапывается. Приходится, вот видите, как крутится. Влево-вправо, влево-вправо. Ещё не факт. Ещё не факт, что он заберётся сюда. Ну, в принципе, должен забраться. Давай, 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 давай. Ты сможешь, родители, давай. Тяжко, 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 тяжко. Можно забраться и попробовать лебёточку его пить. Ну, вроде едет. Да, 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 да. Всё нормально, вроде как, едет. Очень красивый вид. Посмотрите на это действие. Давай. Да, всё. Мы смогли. Мы смогли забраться. Сейчас, мы-то забрались. Сейчас ещё зелочек заедет. Давайте попробуем уже вторую. Ну, всё, мы до базы добрались практически. Уже сейчас всё нормально будет. Сейчас мы его до гаража дотащим. Его до гаража дотащим. Там его починят. Вот, его починят. То есть, заведём его, завезём его в гараж. Сами встанем здесь уже на парковочку. На парковочку ПТР. Видите, у нас справа побитый ПТР, а слева вот нормальная. Но у них, как бы, они старого образца. То есть, они, как бы, уже особо не используются. Поэтому у нас, видите, у нас будет немножко новенький образец. Вот, а те пока что на ремонте стоят, а не на базе. Ребята, мы сейчас до гаража доедем, его отцепим. Механики его по-быстрому там закатят. Ну, как, мы его типа закатим. Вот, потому что он сейчас заехать не сможет, наверное, туда в бокс. Вот, а там, видите, бокс свободный. У нас ещё он там КАМАЗ не починен. Так что давайте его отцепляем, а сами поехали вот так вот прям без остановочки, так знаете, на ходу. На ходу отцепились. Вон вертолёты наши стоят здесь базовые. Давайте наше место здесь на парковке. Встанем. Красиво прям, да, ребята? Всё так прям красиво здесь сделано. Опа, и вот назад вот так вот. Вот сюда. Опа, 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 опа. Так, здесь мы... Слушайте, насколько они больше, да? Старая модель. Любили раньше большие делать. Так, и пересаживаемся на зелок. Зелок мы доставили с вами сюда, в этот гараж. Сейчас мы выгрузимся. Получается, и люди вылезут, и мы в гаражик. Давайте заезжаем вот так задним ходом. Ну, нас, типа, немножко подшаманили. Подшаманили, чтобы мы хотя бы могли это заехать сюда. Вот. И сейчас вот будет машина в ремонт отправляться, а ребята уже по домам. Ну, всё, ребята, вот мы доехали. Мы смогли. Задание на сегодня мы выполнили. Доставили ликвидаторов с Припяти назад на базу. Так что вот такое, ребята, РП у нас появилось. Кому понравилось, обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. И комментируйте видео. Лучший комментарий попадёт в следующий выпуск летсплеев. Так что обязательно комментируйте. Может быть, предлагайте свои какие-то идеи. И всё будет обязательно рассмотрено. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.